И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что вы, все правильно видите, все правильно поняли, это ролик с моей версии. Да, я немного хотел сегодня с вами поговорить о ней, рассказать вообще, что я здесь забыл и как я здесь оказался, потому что вопросы есть, вопросы были, надо их для вас рассказать. Присаживайтесь поудобнее, не забудьте ставить пальчики вверх и подписываться на канал. Погнали! Итак, как многие давно подписанные ребята знают, я в принципе в свое время с моей версии-то и перешел в версию Essence. В мейн-версии меня не устраивали некоторые вещи, некоторые аспекты, конкретно это куча окон и мышка-макросы, без которых здесь, ну в принципе, не обойтись, а если и обойтись, то вы потеряете огромное количество кпд, своего фарма и своей экспы, соответственно. Ну а окна нужны просто для того, чтобы вас забафать, потому что здесь пати-игра, она живая, в отличие от версии Essence. То есть здесь окна нужны, здесь они важны, и чем их больше, и чем у них, соответственно, лучше бафы и лучше они выкачаны, тем они будут для вас полезнее и могут компенсировать недостаток какого-либо буста на определенных этапах вашей игры. Это что касаемо того и тех минусов, которые вообще я знаю, и по каким причинам я отсюда в свое время уходил. Что я здесь делаю сейчас? Не так давно у нас анонсировали патч на Корее, где магов апнули, а вы знаете то, что я прям сильный любитель маг-классов, как в версии Essence, так и в версии Main. Маги это просто вот для меня какая-то сказка и какая-то прям большая радость. Если в версии Essence корейцы про них забыли, и если честно, мне немножко сейчас задезморалило то, что мета у нас, ассасинов сейчас идет, но и корейцы опять же возвращаются к мете ДК, они переапали ДК на Essence и вроде как следующая опять мета будет ДК. Уже немножко подустал, хотелось бы чего какого-то разнообразия в плане классов. Но, естественно, это не означает того, что я с Essence ухожу, забиваю ни в коем случае. Ролики по Essence будут также выходить в таком же количестве, в таких же форматах, даже будут добавляться новые форматы, поэтому не переживайте. С Essence у нас все остается в той же силе и в той же степени. А сейчас я вам вот вставляю кусок фрагмента с ютуба корейского коллеги, который показывает вообще изменения конкретные, что произошло с магами. Конкретно у них подняли шанс маг крита, если в той же версии Essence вы сейчас знаете, шанс кап шанс маг крита составляет у нас 50%, да, и в деталях, в характеристиках персонажа он должен быть просто 500, выше гнать смысла нет, потому что он просто не будет работать. То, насколько я понимаю, в Корее вообще убрали кап шанса маг крита, то есть теперь главное, чтобы у вас были итемы, и вы можете разогнать этот кап вообще до небес, и вообще критовать с шансом 100%. Это на самом деле классно, это прикольно, ну и вот этим именно нововведением, обновлением меня корейцы и заманили к себе на мейн-версию. Какие у меня вообще планы по этой версии игры? Я не собираюсь прям как-то упорно здесь выкачиваться, влетать в топы, тут закидывать тонну зелени, или не зелени, как угодно называйте. Это просто будут лайтовые стримчики, лайтовые ролики по персонажу, которого я буду здесь потихоньку прокачивать иногда, одевать, обувать, в общем что-то делать, без какого-либо фанатизма, без горы окон, без горы потраченного на это время, времени, просто будет какая-то вот ознакомительная часть, и некоторый параллельный отдых от версии эссенса, если это можно так назвать. Конкретно этот чар, которого вы сейчас видите на экранах, у нас будет с хашкой, пока здесь стоит либра, она примерно плюс-минус практически такая же, как на эссенсе, но здесь доступный реролл именно в любой класс сохранения внешнего вида, то есть если вы хотите стать гномом с х, у вас будет внешний вид гнома, а профа соответственно будет мага. И это класса на самом деле, этого не хватает в эссенсе, согласитесь, было бы прикольно, если бы там какая-нибудь с бэшка была авангардом, или наоборот, авангард был бы с бэшка, это было бы прикольно, со стороны на это было бы здорово посмотреть, как мне кажется. И если про минусы я сказал, да, они остаются, и я также за них топлю, что конкретно для меня в этой версии игры, это мышка макрос, и пати, или трейн, как угодно, это для меня самые большие минусы в этой версии, которая, к сожалению, перебивает вообще полностью, все желание на ней останавливаться, как на основной. Но здесь есть также и плюсы, например, один из самых основных плюсов, которые я слышу в последнее время, это то, что здесь практически все итемы передаваемы. То есть, если на версии эссенс вы не можете сделать себе какой-нибудь талисман властителя, и потом его продать, или купить готовый, и просто искоренить вот эту вот заточку, которая у нас может стоить прям десятки, а то и сотни тысяч, здесь вы можете просто накопить готовую сумму и купить все, что угодно. Как вы видите, здесь рынок воды не он просто живее всех живых, здесь куча трейдеров, куча всего, то есть все готовые итемы здесь спокойно можно купить. Единственный, наверное, минус здесь, это в том, что у вас не передаются вещи с ЭЛЭСами, ЭЛЭС придется ловить самому, но и здесь тоже не совсем все плохо, ведь если вам понравился ЭЛЭС, и вы не хотите его менять, вы можете его просто сохранить, и, соответственно, с сохраненным ЭЛЭСом вы можете тыкать ЭЛЭСы дальше, если вам никакой не понравится, вы останетесь тем, который у вас есть, и который вам больше всего нужен. Это, наверное, один из самых ключевых плюсов этой версии для многих игроков. И второй для многих плюс, но для меня это минус, это все-таки пати-игра, какая-никакая, как вы видите, сейчас я нахожусь в локации, которая является самой такой первой и основной для прокачки именно пачка, и здесь бонус опыта идет от количества людей в пати, и, как вы видите, здесь фулочка стоит, здесь у нас хил подхиливает, здесь баферы стоят, здесь дополнительные ДД есть, и вот на таком вот парике они, соответственно, стоят. Для меня конкретно пати-игра конкретно умерла давным-давно, потому что я понимаю, что сейчас в эту игру играют дяди, которым по 30-40 лет, это, которые вряд ли могут совмещать игру с основной своей жизнью, это работой, с семьей, возможно, ипотекой, и, соответственно, у таких людей не особо много игр, точнее, не особо много времени для того, чтобы проводить это время в игре, и они лучше потратят это время на что-то другое. Да, хоть здесь есть автобой, но многие играют с выключенными компьютерами на ночь, кто-то может вылететь и не за контролем чара, и вся пачка может лечь, просто потому что вылетел либо танк, либо хил, и произошла вот такая ситуация. Для многих же, наоборот, это является каким-то серьезным плюсом, ведь здесь всегда можно найти себе пати на кач, пати на какой-либо рейд, и вообще просто встать с какими-нибудь сокланами или с друзьяшками, покачаться, плюс, помимо этого, не мертвый пояс группы, здесь всегда можно зайти в пояс группы, как видите, он абсолютно живой, здесь и то кто-то продает кач, кто-то куда-то собирает, как вы видите, здесь и в топе собирает на кач, и поля без молвий, и топе, и топе, и лес какой-то, и нейтралка, в общем, найти пати можно всегда. Все зависит лишь от вашего желания, я думаю, и активности на сервере. Я вам показал основные плюсы, которые есть в этой версии игры, и не забыл также про минусы. В общем, вот такие вот последние новости, касаемые мейн-версии, касаемые меня. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, будет ли интересен вам этот контент, потому что я знаю, что многие ребята, даже по комментариям, то на Твиче, то на Ютубе, то под роликами, то на стримах, хотели вообще посмотреть, что такое мейн-версия, но на самом деле она очень тяжелая в освоении, потому что в том же эссенсе все намного проще, вроде какие-то знакомые иконочки, знакомые скиллы, и принцип действия всего понятен. На мейне же много всего, много новых итемов, локаций, плюс еще и скиллы полностью переделаны, и многие люди просто этому пугаются, и не хотят даже продолжать с этим знакомиться. Так что пишите, если вам будет интересно, я уже даже некоторые моменты по поводу контента по этому чару подготовил, на ближайшем стриме я этого чара буду выкачивать, пройдемся по начальной цепочке, посмотрим, что предлагает игра, и что мы будем получать в бесплатном виде, от того, что мы вот стартанули в игре, и мы вот такие вот новички. Поэтому милости прошу, в Телеграме, как обычно, будет оповещение, когда будет первый стрим, и оповещение о роликах также будет во всех соцсетях, поэтому не забывайте подписываться. Ну, у меня все, напоминаю, что пишите комментарии, мне будет интересно почитать, что вы думаете про эту вообще затею, и по этому поводу. Ну, а с вами был Душа Молодой, я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, темного или нефильтрованного, кто как пожелает. Удачи вам, и самое главное, не болейте! Субтитры сделал DimaTorzok